24 января во всех Ивановских школах состоялся единый классный час, посвященный 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда. В школе номер 4 урок истории прошел не как обычно в классе, а в музее, где собраны фотографии и военные атрибуты тех лет. Задача учителя – освежить в памяти учеников важные для нашей страны вехи истории. Одними из самых основных героев блокады Ленинграда – это были дети, которые пережили в столь юном возрасте все ужасы войны. Это и голод, это и холод, это и смерть близких, это и эвакуация по дороге с жизни, которая, конечно, к сожалению, не для всех была уже, потому что люди умирали от голода, от дистрофии. Блокада длилась 900 мучительных для ленинградцев дней. Самые тяжелые испытания людям пришлось пережить в 1941-1942 году. Умирали взрослые и дети от голода, от холода, от бомбежек и артообстрелов. Малышей, оставшихся без родителей, отправляли в детские дома. Людмила Ксенофонтова, жительница блокадного Ленинграда, рассказала школьникам о тех страшных днях. Нас в детдом отдала соседка, потому что мама у нас была уже раненая была. Она ходила осенью за овощами на огороды в поле, и там ее ранило, и она лежала в госпитале. А папа в это время был на фронте. Во время войны Людмиле Ксенофонтовой и ее младшей сестре пришлось пережить страшную потерю. Мы не знали, что у нас мама умерла. Я только узнала в 1948 году, что мама у нас умерла. Да. Братишку мы знали, что он умер, потому что папа приходил в детдом, и он нам сказал, что Бориска умер. А мама у меня до последнего думала, что жива. В память о трагических событиях Великой Отечественной войны ученики младших классов четвертой школы сделали из бумаги черную цепь. В день, когда в школе состоялись уроки мужества, ребята разорвали эти символические оковы, которые связывали жители Ленинграда с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.